Салям алейкум. Харлах Шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР. Голос Крыма в мае будет в эфире. В студии для вас работаю Ягуль Сумхалилов и мой коллега Айдар Муждабаев. Салям алейкум всем. Ну, сейчас все-таки еще день, наверное, по зимним меркам. Вот и день сегодня неплохой, я должен заметить. Такой светлый, оптимистичный. Сегодня мы всем вам добавим оптимизма. Ну, собственно, мы и ожидали того, что произошло. Но все равно приятно. Просто надо знать, что у крымских татар всегда есть друзья. Их очень-очень много. Если кому-то пришла в голову блестящая идея попытаться нас унизить или что-то, то эти люди должны будут знать, что они будут иметь дело с лучшей частью Украины. И унижены сами. Да, но и унижены сами, конечно. Это же их иноциатива. Когда человек хочет упасть с размаху в кучу какую-нибудь. Я ничего не могу сделать. Могу только наблюдать. Сегодня Суспильная телерадиокомпания выразила поддержку телеканалу АТР. Это то, о чем говорит сейчас Айдар Муждар. Ну, не только, но в том числе самое главное. Я хочу начать с этого и зачитать это сообщение, которое было опубликовано на сайте Суспильного, для вас. И далее я бы хотела, чтобы Тейдар прокомментировал. Ну, прокомментирую. В загальном бюджете Украины на 2021 рік закладено 50 млн грн за кодом 2610. Субсидии и финансовая поддержка на производство контента для ЗМИ, которые совершают мовления на тимчасово окупованной России района Донецкой и Луганской областей, а также на тимчасово окупованную территорию Автономной Республики Крима и Севастополь. Під цим, зазвичай, предбачалося фінансування кримсько-татарского телеканалу АТР. Наразі Міністерство з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявляє про намір змінити принцип розподілу цих коштів шляхом оголошення конкурсу на виробництво контенту. Цитата. Станом на сьогодні до Міністерства надійшли звернення про допомогу від 14 мовників, усі вони потребують підтримки. Суспільний мовник розуміє всю важливість конкурентних шляхів розвитку медіагалузі, зокрема, через проведення містецьких конкурсів. Однак у цьому випадку Суспільний мовник вважає некоректним рішення звести виробництво програм до бізнес-конкуренції між комерційними і будь-якими іншими мовниками та каналом АТР, єдиним мовником корінного народу України, який виробляє і транслює через супутник програми там тимчасово окуповані території Криму. Фактично йдеться про загрозу самого існування каналу АТР. Суспільний мовник вважає неприйнятним для себе брати участь у такому конкурсі, коли і якщо його буде оголошено. Також Суспільний відкритий до будь-якої співпраці з телеканалом АТР. Конець співпрацю. Ми виражаємо огромну благодарність телерадіокампанії Суспільної. Я хочу на кримістарському язикі також поблагодарити Чох Саголос, Буктембук, Тешекурлєр, Дейстігеназвич. Чох Саголос, Зураб Бей. Зураб Полосани, конечно, і його коллеги абсолютно блестящі люди. Вот знаєш, що таке мастерство в журналистіки? Ну, во-первых, мастерство в журналистіки, оно предполагає порядочність сразу. То есть, якщо ти непорядочний, то ти вже не журналист, ти там, не знаю, кто-то, блохер там, или кто-нибудь ще. То есть, безответственный чоловік. Але журналистика – це першим днем ответственность, да? І це, ну, це база, якби, да? А професіоналізм – це в трьох абзацах розказати все. Але вони головне отметили, що не треба за дураків нас держати, не треба смешивати конкурси на творчі, художественні проєкти іскусства, да? С вещанням на оккупированный Крым, крымсько-татарським єдинним телеканалом. То есть, грубо говоря, «Зраполосани» і коллеги – це огромні компанії, це українське общественне телевидення, українське BBC – вони сказали, «Нет, ребята, ви не будете уничтожати крысо-татарський телеканал». І це не стыдно, що журналисты говорять таке чиновникам, причем чиновникам ответственного за роботу ім за возвращення оккупированних територій. Але целоответственного тут уже вычеркнули для себе, да? Оставимо просто чиновники. Я даже фамилию більше назвати не буду, просто неинтересно. Ну, то есть люди не, і слово не отбупляють до такого, наверное, на тебе ближе поводу. Не усвідомлюють, може бути. До речі, я хотів сказати компанент. Тобі ти все краще і краще розмовляєш українською мовою. Треба це розмовляювати. Я стараюсь, дуже дякую, дякую. Ну, так, все буде добре. Ну, знаєш, вот этими сообщеннями Суспільного сегодня, Крымреали вчера, притулы, которые открыто заявили, что ни в каких конкурсах они участвовать не собираются, да і в принципі никогда не претендовали на деньги телеканала АТР. Ну, вот фактически стало понятно, что Резников принял сам решение дерибана этих денег. Так а кто? Ну, а кто? Ну, я не знаю, нет. На самом деле, я говорю, фамилию больше употреблять не буду, потому что я не знаю, кто. Потому что, я так понимаю, это некое, какое кодло лиц, я бы так сказал, да? Которые что-то там меркувалы, там, на счасть разраховывали. Думали, что крымские татары никому не нужны, там, вот они считают нас, может быть, там, папуасами сострового зеленого мыса, но это не так. Крым, Украина не болит, и людей много, которые все понимают. И вот это пример того просто, знаешь, когда... Самое простое – это оставаться просто порядочным человеком. Быть и оставаться. Вот когда я приехал в Киев, когда АТР заработал, то вот расскажу историю. 15-й год, лето, и один из первых людей, к которому я пришел, был Зура Баласани. Я захожу, а у Зура Баласани, он, как понятно, этнический грузин, украинец, политический этнический грузин, а в кабинете у него висят два флага. Ну, наверное, вы догадаетесь, какой второй флаг крымских татар. Не я его туда вешал, не я приносил, не я убеждал его в чем-то. Просто у человека система координат головы правильная, да? И вот то, что сказал, да, отдельно обращаюсь, надеюсь, передадут, кто-то будет видеть из Крымреали. Я являюсь старым критиком редакционной политики Крымреали, очень старым. Ну, не молодым, скажем так, критиком редакционной политики. Но я всегда делал это с открытым забралом, говорил конкретно, называл вещи своими именами, как я это вижу. Вот, и делал это в публичном поле. Наверное, что тоже правильно, но и точно так же правильно в публичном поле поблагодарить Владимира Притулу, который, как только узнал, что он, оказывается, по словам министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, участвует в этом придуманном, высосанном вообще из воздуха конкурсе, на наши бюджетные деньги, которые являются нашей субсидией из бюджета ежегодной, Владимир Притула сразу же сказал, что нет, это преступление, так делать нельзя, мы в этом никогда не участвуем, призываем никого это не делать, опубликовать. Но мы второй день показываем это заявление шеф-редактора Крымреали. То есть есть вещи какие-то разногласия у людей, да, даже серьезные бывают разногласия, но есть вещи, ниже которых падать нельзя. И вот сейчас эти люди, Зура Полосания, Владимира Притула и огромное количество других, вы видите эти аватарки в Фейсбуке, Сэйватер, я каждого, кого вижу, благодарю, это имя канала от себя, вот, это огромное количество людей, это всех и не перечислишь, потому что точно половину забудешь, да, они просто показывают, они берут вот так, вот, знаете, как Мюнхгаузен себя из болота вытаскивал за парик, да, но не все имеют способности Мюнхгаузена, даже в плане, так сказать, жульничества, вот он известный был такой выдумщик, фантазер и лжец, по большому счету, но он был лжец, который был способен вытащить себя за волосы из болота. Но есть люди, которые, обладая некоторыми свойствами Мюнхгаузена, не обладают все-таки всеми его свойствами, поэтому им приходится вытаскивать, вот их приходится вытаскивать с помощью гражданского общества из болота. Болото очень глубокое, потому что, когда ты рассказываешь, допустим, с вице-президентом польского сейма, это, в общем-то, так сказать, не районная рада, значит, где-нибудь там в области, хотя я хорошо отношусь к районным радам в любой области, здесь нечестно избранные работают, и когда ты вдруг рассказываешь, что ты не только не создал себе никаких проблем, а ты их решаешь, их решишь обязательно, а потом пани Малгажата такая смотрит и видит. Но она при всем при том, что полька, да, это совсем не значит, что она не понимает по-украински, на других языках, вот. Совсем не значит, что если человек из Европы, то можно с ним поступать, как раньше у нас, знаете, в Наперске, вот типа иностранец приезжает, мы в Наперске вообще, да, нет, 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 мир глобальный не прекрасен. Вот, когда ты это рассказываешь, а потом Суспільное телебачение Украины публикует заяву, в которой чётко каже, что это гроши належат телеканалу ОТР, и что цей конкурс так званий, это злочин фактично, цього не может быть, ну просто и в цьому брати участь, Суспільное мовление в будь-якости не будет. Это тут крапка, и что они висловлюют повну поддержку телеканалу ОТР, тобто правда на нашему боці. И когда, ну, я не знаю, навіщо в это болото стрибать, ну, это выбор людей святого, и мы не будем их навіть засудживать, потому что это больно, и для них тоже, с решетой. Ну, просто я не понимаю сенсу. В цьому, крім сенсу політичному, тобто якихось поступок Росії, про які ми в повному обсязі не знаємо, але можемо здогадувати, що може бути там придушення телеканалу ОТР, це є певною умовою для початку перемовин в якомусь формату ТКГ. Наприклад, там, ну, ми припускати можемо все ще заводно, просто я не бачу такого простого пояснення, тобто там забули, ні, це було навмісно зроблено, це ми вже повністю усвідомлюємо, це усвідомлюємо всі наші друзі, наші колеги, наші іноземні колеги, а ось в причинах, ну, нехай розбираються, може бути навіть спеціальна служба, ми про це не можемо точно розмовляти. Давай подключим к нашому ефіру, сейчас народному депутату України 8-го созыва Леоніда Ємцин, з нами сейчас напрямую связи по телефону. Пане Леониду, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, ви слышали сейчас спич Айдера Муждабаева, що скажете, почему сьогодні правительство України перекриває голос Крима, лишає фінансировання телеканала коренного народа Крима, фактически його дискримінірують? Ну, власне, ту частину, яку я чую, я знаю абсолютно і повністю погоджувість, важко знайти якусь обґрунтовану логічну державницьку позицію. В такого роду рішеннях, власне, здавалося б підтримувати канал, який розпосуджує правдиву інформацію. Більше того, є осередком для наших прихильників, який заснув, ну, якщо хочете, це таке полум'яданко, яке світить нашим громадянам, нашим прихильникам в Криму і поза Кримом, і свідчить про те, що Україна ніколи не забуває про Крим, про людей, які там живуть. І рано чи пізно, але Крим повернеться до України, і право та цивілізація знову будуть з тими людьми, які там живуть. Але коли українська держава починає йти шляхом того, що сама задувається полум'я, то виникають питання. І вони виникають у нас, виникають у наших громадян. І коли ми починаємо шукати відповідь на це питання, чомусь держава і ті, хто мали б мати, ну, принаймні, відповідь, якщо хоча б вони не здатні тут ситуацію вирішити, ну, нехай скажуть, ми хочемо, але не можемо. Але поки що єдине, що ми від них чуємо, це мовчатку цього приводу, з чого ми робимо абсолютно логічні висновки, що це або не потрібно сьогодні тим, хто знаходиться у руля нашої держави, або якраз нам таки потрібно заглушитися полум'я та голос з якимись домовленостями, з якимись іншими принципами. І, ну, це, м'яко кажучи, не радо. Але, я хай не сподіваюся, полум'я свободи в кримчан, полум'я свободи в українців, але далі коли не згасне, і Україна завжди боролася за власні крова, і Крим – це невід'ємна частина України, навіть якщо всередині нашого керівництва є колаборанти, які вважають інакше, ну, вони помиляються глибоко. І це буде їм продемонстровано і позицію українців в тому числі. Пане Леониде, це Айдер Муждабаєв. Я хочу навіть, знаєте, навести такий приклад, що просто це така ганьба. Сьогодні ми побачили статтю на сайті газети «Київпост». Це англомовне видання. І я переклав статтю і почав з заголовку. Заголовок звучить так. «Україна на грані соучастя Росії уніштажає жизненно важний кримсько-татарський телеканал». Цитата. Ну, просто уявити собі такого, ну, напевно, неможливо. І тому я погоджуюсь з вами, що тут підґрунтя якесь є, про яке повністю ми не знаємо. Може бути, і ось які у вас можуть бути версії. У мене така версія, що зупинений зараз процес там в Мінській так званій групі, нікого не віддає Росії на обмін. І може бути все-таки така умова, ну, тобто ви закриваєте кримський-татарський телеканал, чи там його придушити до стану, звісно, якого, щоб від нього шкоди не було окупантам в Криму. Потім ми вам віддамо, там, ну, напевно, там, може бути, там, не віддамо, звісно, вони не віддають нікого на обмін, там, 100 людей, наприклад. Такий цінізм може бути ж, чи потім відкриваєте водою через північно-кримський канал, ще щось зробимо. Тобто обмін, це така гра териористична, обмін людей на політичні рішення. Може бути закриття телеканалу ОТР частиною цього айсбергу? Ну, абсолютно слушне питання. Давайте просто проаналізуємо, хто сьогодні заходить у керівництво нашої держави. Тобто, чи проявляла Володимир Деленський і його команда до обрання їх на президентство нашої країни, якусь громадянську позицію, в тому числі по Криму, по війні на Донбасі, по російській окупації і російській агресії, в тому числі і медійній. Ми такого не чули, ми бачили прекрасні медійні стандарти, але якоїсь жорсткої державницької позиції звідси не чули. Тому, ну, я, так, мені здається, що сьогодні у президента нашої країни, у його команди є інтереси в їх рейтингах, є інтереси в збереженні влади, є ще якісь інші інтереси, але немає в них базового інтересу до збереження України і українськості. А Росія давно мріє обміняти питання Криму на питання зупинки війни на Донбасі, або ще на якісь інші питання, зробити так, щоб Україна самостійно погодилася на відмову від Крима, розмінявши його на будь-які умови, і це, власне, зникне наверша підстава для санкцій. Це таке, старинне для Путіна, хоча болюче питання, але введе в його історію, як не просто забірателя, забірателя русських земель, отбірателя русських земель, а реально легітимний способ додавшого Крим до території Російської Федерації. Це абсолютно інші історичні аспекти, які для Путіна важливі. І тому, я думаю, що Росія б з задоволенням розміняла Крим на багато питань. І на наших полонених, і на Донбасі. І, звичайно, кримсько-сатарський канал, який розповсюджує інформацію, ну, їм дуже мулює. І він їм надзвичайно заважає. І я абсолютно впевнений, що цей телеканал важлив, наш телеканал, він згадується під час цих таєнних переговорів. І, на жаль, ми не знаємо ні про що вони ведуться, ні у їх результата, але можемо оцінювати процеси, в тому числі, віддавлювання за ефір і мовлення цього, ну, цвіточа свобода. Ну, в такому случае, хочеш-не хочеш, приходиш к виводу, що вот ці заявлення Зеленського о созданні кримської платформы, яка буде ориентирована на діоккупацію полуостріва, вот ці заявлення про стратегію діоккупації Крима, які нам озвучують, це все, виходить, така імітація процесу? Я не хочу бути Касандрою, я дуже хотів би вірити в те, що Володимир Зеленський, його команда працює, у них є якийсь план повернення Криму, окупованих територій, вони нам про цей план не розказують, але він дуже цитрий, і хоча зовні це виглядає протилежною стороною, але насправді в якийсь момент воно все так крутиться, і бабах, ми повністю всі перемогли. Але, на жаль, мій життєвий досвід і та інформація, якою ми володіємо, як відкрито, так і на рівні обговорень з внутрішніх інтайдів, не підсмежують такі мої сподівання, на жаль, ні на грам. І я тут вимушений. Як би нам цим не хотіло сказати, що Кримська платформа – це шлях до вирішення ситуації в нашому інтересі, поверненню Криму, але, на жаль, я прогнозую, більше вірогідно, що Кримська платформа не пройшла, результату вона не дасть, і залишиться таким же пшиком, як на сьогодні Нормандська платформа, і Нінська платформа, і це все, що робить сьогодні влада. Пане Леонидо, ви були народним депутатом України, і, естественно, у вас хотіло спросити, а можуть ли зараз нардепи розробити некий механізм, який би безпрепятственно гарантировав фінансову допомогу первому і единственному крымській тарському телеканалу, телеканалу, який принадлежить коренному народу України. Що це може бути за механізми, як ідеально це все должно виглядеть? За нашою каденцією канал працював, і така проблема не стояла, що канал зникне. Значально, єдиний законодавчий орган, який оперує тім державним бюджетом нашої країни, в якому є монобільшість зі своїм урядом, загалом це могла б вирішити питання моментально. В турборежимі за один день змінити строчку в бюджеті, доручити уряду, забезпечити фінансування дуже просто. Жодних заседенчень, заколодавчих і конституційних для цього немає. Більш того, ми свого часу розробили таке змін до конституції в рамках конституційної платформи. Я брав в цьому участь, наші Мустафа Джевильові, дуже багато експертів, як конституційної, так і представників корінного народу брав участь. Була напрацьована концепція змін до конституції, яка чітко засвідчила, що Україна відзначає роль кримсько-сатарського народу, роль Криму. І ця роль, вона буде закритлена в Конституції на рівні найвищого законодавчого акту, що заважає президенту Зеленського і його монобільшості сьогодні внести на прийняття рішення до парламенту цей проєкт. Власне, європейська солідарність, яку я представляю, гарантовано за нього проголосує. Інші фракції без 300 голосів знайдуться. Треба лише його внести в сіну парламенту. Але це теж не робиться, очевидно, не тому, що вони про це не знають, бо про це відповідомлялося і письмово, і публічно, неодноразово. Це така їх воля. Очевидно, воля, жодного доброго наміру в цьому знайти неможливо. Дякуємо дуже. Чок сагу нас пану Леониду. Леонид Ємати, народний депутат України, сьогодні 8-го склыкань був знаме на прямому зв'язку. Напомню нашим телезрителям, що на студії работають телефоны, на екранах ваших телевізорів, режиссер їх периодически вводять. Плюс 38073-419-4158. Звоньте нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу. Атр.тв – це наш адрес. Подписуйтесь на наш Ютуб-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Выкладываем свои программы, телеканал АТР большими буквами, латиницей. Нам важна ваша поддержка. И мы благодарим всех тех, кто с нами на протяжении уже второй недели. Ну, чуть меньше недель мы уже марафоним. Почти две недели. Почти две недели. Вот, ты знаешь, Эдар, ты говорил про министерство реинтеграции по вопросам временно оккупированной территории. Вот у меня реально диссонирует, диссонанс. А я не могу произносить диссонанс. А я не могу понять, что они там реинтегрируют, понимаешь? Не знаю, не знаю. Такое ощущение, что не в Украину реинтегрируют Крым, да? А наоборот, интегрируют в Россию вот такими действиями. Знаешь, вот у предыдущего, это же министерство переименовали, там же было ее расформирование, про сформирование обратно. По вопросам временно. Нет, оно тоже практически очень мало чего делало, но у него и название было соответствующее. Минврот, министерство временно оккупированных территорий. Все было четко. Министерство по делам временно оккупированных территорий. Здесь добавили, не выговоришь, что это ни якоему аббревиатуру. Но и ничего не понятно, что они, вернее, понятно. Может быть, там вот эта реинтеграция, это русификация, может, это ошибка какая-то. Потому что идея оставить оккупантов в Крыму, например, это русификация Крыма. Это легализация ФСБшников? Нет, это легализация всех просто. Это русификация Крыма. Это чтобы такие идеи высказывались в министерстве. Но лучше бы, честное слово, они бы экспедиции на Марс готовили. Это было бы более полезно для возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Или там, я не знаю, играли в футбол на лужайке. Много полезных дел. Ну, хотя бы, знаете, как, помнишь анекдот про то, как вот кого-то там взяли в космический корабль? И говорят, мы тебя возьмем, только кнопки не трогай. Вот что-то такое. Потому что до какой кнопки это министерство не прикоснется, все выходит какой-то слив. Вот это журчание я слышу за каждым их действием. Вот это, ну, знаете, да? Нажимаешь на определенную кнопку, и там вот этот жух, вот это. Вот, все-таки такое неприятно становится, там, когда, например, по телефону разговариваешь, такой звук слышишь, да? Вот, а здесь вот ты не читаешь вот эти инициативы, и этот, поневоле ты слышишь этот звук слива интересов Украины. Ну, как-то не надо так делать. Мне кажется, как-то другие люди нужны уже, другие подходы. Как-то не нужно министерству по делам реинтеграции временно оккупированных территорий. Это не их задача пытаться внести раздравь в журналистское сообщество. Тем более, что ничего не получается. От участия в этих так называемых конкурсах отказались уже все приличные люди, да? Вот, а придет время, и все откажутся. Потому что это никак. Так, это ты, если ты решил поучаствовать в разграблении и закрытии канала ТЭР, там, вероятно, в том числе, по одной из версий, на заказ россиян, то от этого клейма никогда не отмоешься больше, да? Какие бы заслуги у тебя до этого не были. Если в этом участвовать, это очень плохо, да? Если, допустим, кто-то хочет получить, разве мы против того, кто против того, чтобы, да хоть сто телекомпаний, если они будут и откуда-то возьмутся, найдутся такие люди, которые сумеют создать такие коллективы настоящие, будут вещать на оккупированной территории, чтобы они вещали. Радиостанции, да пусть с каждого столба вдоль разъединения, все вещает. Но делать это за счет единственного телеканала и за счет еще детского нашего телеканала и радио единственного крымско-татарского коренного народа Крыма, это мародерство называется. Это называется, вот как это, у нас война, вот в войне это называется мародерство. Это когда, ну а еще, знаешь, мародерство, не знаю, надо у военных юристов спросить, мародерство это когда ты заходишь и на территории все-таки врага что-то берешь. А вот когда на своей территории что-то берешь, и для того, чтобы враг был доволен, это какое-то, опять не попал я с аллегориями, нынешний мир такой орловский, что даже аллегории не тут берешь. Да, потому что это какое-то предательство в кубе, перекрученное восьмеркой вот этой бесконечности предательства, потому что с какого боку я не подойди к этой ситуации, она плохая вся. Вот вышла статья сегодня, я упоминал ее в Киевпост, она на английском, но есть у меня в фейсбуке, перевод сделал с помощью гугла, там литературный как-то довел до ума. Ну то есть там все понятно, то есть иностранной публике все понятно, там расписано, это написано в блестящем, простом, понятном таком англосаксонском журналистском стиле. То есть факты перечислены, четко расставлены, что есть, где ложь, где правда, где цитаты, где что. Читайте, наслаждайтесь, прекрасно говорю, автора не знаю, автора мы не просили ни о поддержке, там просить, писать мы никогда этого не будем делать. Ну вот, но люди увидели, написали, профессионалы, журналисты, огромная моя благодарность, вот сегодня у меня день благодарности, день благодарения у нас сегодня. Да и знаешь, мотивация Министерства Роинтеграции, она очень нелепая, ну какие конкурсы, ну серьезно. Там нет никакой мотивации, тут Жураб написал же Аласане со своими коллегами, что ну это просто сводить помощь государственному каналу. Ты можешь себе представить, какие это могут быть конкурсы, ну что это такое, кто снимет больше программ про оккупацию, про репрессии, ну как они? Нет, ну вот как себе конкурс представить на съемке оккупированного Крыма? Ну давай-ка. Ну вот я вообще не представляю, как это возможно. Или мы выпускаем 8 новостей, а мы 9, да, в день. А кто их будет делать? А, ну мы выпускаем 8 новостей коллективом 1 человек. Это вот я тоже могу выпускать, сейчас на бумаге вот напишу, так раз сяду, поставлю камеру себе, там какую-нибудь буду читать эти новости, тоже будут новости, да. Ну просто речь не об этом, мы до абсурда доводить не будем, мы же в общем не, так сказать, нам не нужно врать и выкручиться, поэтому глупости говорить не станем. Сама мысль о том, что это не творческий конкурс, не конкурс рисунков, книг, где там, ну так далее, есть проектные вещи, это все понятно, вот опять, правильно все там зазначил, но это другие вещи, заставлять людей с оккупированных территорий, тем более при селе коренного народа, то есть крымских татар, соревноваться с украинцами за деньги. Это я вчера отдавал интервью в четвертому каналу, я привел такую аналогию, она очень плохая, представляете себе гетто такое, да, куда мы же беженцы, да, в собственной стране, но беженцы по факту, называется вынуждены переселенцы, но беженцы, мы канал беженец, да. И вот нам говорят, ну вообще мы должны вам помогать, вот, ну, и вот забег в гетто среди униженных и оскорбленных, среди ограбленных и лишенных родины, да, и это организует опять ТДМ, Министерство по делам реинтеграции, давайте, Министерство по делам соревнований оккупированных территорий, чемпионат за кубок, за сахарок можно в принципе, да, что там, за рыбку, вот как дельфинов там дрессируют, да, но мы не дельфины, при всем уважении к дельфинам, вот, и за сахарок мы тоже прессать не станем, и вам уже, господа чиновники, уже ясно сказали, все приличные люди, журналисты, сказать, что нет, 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 прекратите устраивать соревнования, если нужно кому-то дополнительно помочь, идите в Верховную Раду, обосновывайте, получайте на ваши цели благородные, если они есть, субсидии, помогайте, там, где-то радио в каком-то городском оккупированной Горловке, где-то что-то еще, кто против, да, но устраиваются соревнования, это что, у нас гладиаторские бои, да, еще и с национальным подтекстом, да, что вот тут у нас есть черные гладиаторы, и сейчас мы вот это, я даже продолжать эту аналогию не стану, мне противно просто, это. У нас есть гость на прямой связи, Игорь Итурович, с нами сейчас политический аналитик, пана Игоря, витаем вас, Селя Малейко. Доброго дня. Пана Игоря, ну вы слушали сейчас нашу дискуссию, что скажете, вот как вам вообще вся эта ситуация с телеканалом АТР, с перекрытием нам финансирования? Ну это я очень коротко скажу, это дикая, неприемлемая ситуация, мне очень сложно было представить, что она вообще может возникнуть в Украине, там, в 2021 году, на, извините, уже черти какой там год оккупации, когда мы стараемся с одной стороны и армия, как бы и общественные активисты, и значительная часть политиков делать все для того, чтобы эти территории вернуть. И тут принимается какое-то очень странное решение о том, что мы канал коренного народа, это очень важное уточнение, поскольку у нас как бы власть, знаете, любит сейчас на международных площадках использовать этот термин, на него как бы там давить, но получается, что канал коренного народа хотят лишить этого финансирования. Я вот часть вашей дискуссии по поводу этих конкурсов или тендеров слышал, я вам другую, знаете, хочу аналогию такую провести. У нас вот во время пандемии отменили конкурсы на государственную службу, ну сказали, что есть определенные там обстоятельства и не надо никакие конкурсы, по сути тендеры, да, проводить для того, чтобы кого-то выбирать. С другой стороны, у нас война, мы прекрасно это знаем, мы про это говорим, но какие-то конкурсы во время войны, по сути, выдумываются. То есть, ну это, знаете, о чем свидетельствует? Либо о том, что там люди, которые принимали это решение, они абсолютно некомпетентны, они не понимают вообще, как должна строиться информационная политика, политика реинтеграции, возвращения этих территорий и как должен звучать голос в данном случае крымско-татарского народа. Либо, ну, тоже есть основания говорить о том, что это обыкновенное вредительство. Тут главный вопрос понять, это вредительство по неумению или по какому-то злому умыслу. Я вот последние две недели за всей этой ситуацией наблюдаю, я как бы начинаю больше склоняться к мысли, что какой-то определенный злой умысл здесь, ну, безусловно, присутствует. Потому что, ну, сложно представить, чтобы люди в здравом уме, не знаю, там, светлой памяти принимали такие решения, жаловали, что нам там мало денег выделили, но эти деньги уже выделены. Пожалуйста, разберитесь с ними, а потом уже через год будете говорить о том, что нам надо больше. Мы хотим, не знаю, создать какую-то конкуренцию, тогда уже это все придумайте, но не делайте это посреди пути, там, посреди колес. Так в этом и смысл, что они изменили правила под ковром, сами перекодировали эти деньги с субсидии на конкурсы. И знаете, и когда вот все, ну, они же, знаете, вот психология таких людей, она мне понятна. Ну, как бы вдруг прокатит, там, мотивы не будем брать, технологически вдруг прокатит, но, как бы, расчет там на дураков. Да, ну, не дураки вот вокруг тоже сидят, тоже, в общем, люди с мозгами. Да, и вот, я просто приведу вам пример, они любят такое говорить. Вы, там, частный телеканал, нет, они говорят, а коммерческий телеканал. Коммерческий телеканал. У нас мы убрали всю развлекуху из канала, у нас нет ничего, потому что кто-то даст рекламу. Если кто-то из этих коммерческих мыслящих депутатов даст нам рекламу в новости про репрессии в Крыму, ну, приносите. И мы посмотрим, что там будет за реклама у вас, да, понятно, что даже не смешно, да. Мы исполняем социальную миссию, прямую государственную социальную миссию. Причем для коренного народа, как вы верно заметили. И вот, записал у нас видеообращение, очень много, от разных людей со всего мира, из Украины. И такой, ну, наиведомящий юрист Дайнис Жалимас, это действующий глава Конституционного Суда Литовской Республики. Человек, который первым, и этот суд первым признал неконституционным аннексию Крыма и присоединение, так называемое, к России даже по российским законам. Он осудил это, да, первым, вообще потом уже все остальные ООН и так далее. Так вот, он очень, он юрист, да, ну, такого уровня, ну, не такого уровня, как у нас в министерствах сидят, да. И он говорит, о чем тут вести речь. Он сказал там три тезиса, которые сразу просто запоминаются, потому что это здравый смысл. Во-первых, ваш канал выполняет, то, что выполняет ваш канал, это государственная задача. Но задача информационной войны, да, противодействия пропаганде. Уже в открытую все говорят, уже в Америке, конгрессмены, что есть пропаганда, и против нее надо бороться, да, первый пункт, да, это государственная задача, пропаганда, тем более, направо, не против Боливии, да, а против Украины. Вот, первое. Второе. У вашего канала, какая разница, какая у него форма собственности, да, никто не может менять никого форму собственности. Вопрос в том, и такого закона нет, вопрос только в том, что есть ли у этого медиа, в данном случае, некоммерческая миссия. Если некоммерческая миссия есть у любого, значит, у любого медиа, эта некоммерческая миссия, она и требует датирования государства, если государство хочет что-то продвигать. Например, во Франции в мирное время там нет войны и нет такой уж прям пропаганды, да, там, допустим, некоммерческую миссию поддерживают напрямую правительство, никто никаких конкурсов, они поддерживают всех, кто занимается конкретной некоммерческой миссией. Ну ладно, они богатые, хорошо, да, но дело-то не в этом, а в принципе. И третье, что он сказал, да, не жалим, что вопрос этот должен быть закрыт, раз он всегда, на законодательном уровне, чтобы не возникало желания у каждого нового чиновника, потому что год назад же было то же самое, да, начинать нас спрашивать опять, а крымские татары это кто? Это что за такой подвид млекопитающих, да? А где вы живете, откуда вы приехали? Ой, а вы правда беженцы, да? И что, вы тут, что, не деньги вы тут зарабатывать приехали? Нет, в Киев, вы в Киев за деньгами приехали, наверное, из Крыма, да? Ну это просто такие дикость слушать, потому что канал АТР потерял все источники дохода коммерческого, даже гипотетические, да? И все, что мы делаем, это несем правду людям и здесь, и там, являемся мостом и честью Украины, да? И вот сейчас придет Зеленский на платформу эту крымскую, и американцы у него спросят, Владимир Александрович, ну как, кто что для Крыма сделал, да? Что вы сделали за последнее время для Крыма? Что у вас произошло? Он, может быть, там, забудет, может, там, не до этого. Они скажут, а мы знаем, вы закрыли единственный крымсатарский телеканал вот при вас. Ну, спасибо, присаживайтесь, давайте дальше обсудим наши действия по освобождению Крыма. Ну, это конфуз называется, для президента это просто конфуз. Ну, я боюсь, что это будет не просто конфуз, это будет скандал, по большому счету. И вот вы прекрасные аргументы привели главы Конституционного суда. Надо, наверное, знаете, попросить этого человека, чтобы, может, он к нам в Украину приехал и немножко нашим судом Конституционным поруководил, и очень быстро навел порядок. А вот я еще слышал, что господин Емец до этого говорил, как решить эту проблему. Да она элементарно решается. Просто в государственном бюджете защищенная статья, которую не может поменять ни один министр. Потому что министры меняются, есть защищенная статья, давайте мы по этой статье будем вести дискуссию только тогда, когда Крым вернется в Украину. Тогда поменяются условия, тогда можно будет говорить о чем-то другом. По состоянию на сегодня, я, честно говоря, ну не понимаю, зачем, знаете, какие-то действия, чтобы только в пику прошлой власти сделать. Вот они делали так, а мы сделаем по-другому. Но они все же делали плохо, да? Многие вещи делали хорошо. Оставьте то, что работает, не надо это ломать. И, знаете, я все-таки хочу быть оптимистом, но мне кажется, что и до многих депутатов, до «Слуги народа», вот за эти, может быть, 2-3 недели, должно дойти, что на них повесят потом вот эти ярлыки. И если они где-то сейчас ходят и хвастаются, как мы закрыли там три канала, то закрытием четвертого канала они ну никак похвастаться не смогут. Потому что это им будут ставить в укор. И вспоминать их будет не за того, что они кого-то там прикрыли в контексте российской пропаганды, а их будут вспоминать за то, что они в спину, по сути, ударили нашим же соотечественникам, которые, ну, вы правильно отметили, то есть это люди в своей стране беженцы, внутренние переселенцы, да, но которые не уехали куда-то в другую страну, не опустили руки, пытаются что-то изменить и вернуть, ну, свою землю, свой родной как бы дом. И здесь, конечно, нужно поддерживать, тем более, ну, знаете, и последнее, деньги-то по большому счету, но они смешные. То есть я понимаю, если там речь о каких-то миллиардах и шла, да, в масштабах всего того, что у нас сейчас на что-то выделяется, на большую стройку, на какие-то еще проекты, это реально капля в море. Вот не трогайте эту каплю, и она вам принесет результаты, вам действительно чем будет похвастаться, там, не знаю, перед Байденом во время этой крымской платформы, или там перед представителями Великобритании, можно будет сказать, что, по крайней мере, в информационном плане мы работали нормально, не мешали, у нас есть проекты, мы будем дальше двигаться. Дуже дякую вам, спасибо, пану Игорю. Дякую за такую тверезу думку, вона элементарна, но, знаете, до речи... Нам нужно отпускать Игоря Рейтеровича, к сожалению, он торопится на эфир, если я не ошибаюсь. Пану Игорю, дуже дякую вам, Игорь Рейтерович, политический аналитик, був с нами на прямом связи. Действительно, Айдер, почему приходится объяснять такие элементарные вещи? Мы находимся в условиях информационной войны, мы боремся за независимость Украины, и мы боремся за деоккупацию полуострова. Да, возможно, проведение каких-то конкурсов и лотов, как выразились в Министерстве аэроинтеграции, было бы допустимо в мирное время, но не в условиях войны, когда мы реально находимся в центноте. 7 лет оккупации. Дети, которые родились в 2014 году, они уже пошли в первый класс. Их милитаризует, милитаризирует их сознание в школе, понимаешь? Ты очень добрый человек, ты просто вот эти вещи очевидные говоришь, но если человек не хочет учиться математике, то можно сказать ему 8-9 тысяч раз, что 2 раза 2-4. А ему это не имеет значения. Ты рассказываешь, что Крым нужен, а для него не нужен. А он ничего в своей жизни не потерял. Ну и страна это Украина, он пришел там во власть, он уйдет из этой власти. Вопрос, с чем пришел, с чем уйдет. Она до него была оккупация, и, наверное, они думают, что и после них будет оккупация, понимаешь? А вот этот короткий промежуток времени, ну как бы мы это не главное, какие-то люди в оккупации. Это люди другого типа мышления. К сожалению, их действительно много во власти. Это такие ментальные аморалы. Такие люди, есть такое животное, семейство козлов, аморал, очень красивые, кстати. А есть некрасивые люди, они называются аморалы. Вот и аморалы, они вот в любом месте, куда они придут, они ничего хорошего в любом случае не сделают, да? Ни себе, ни людям, да? И, наверное, аморалы тоже имеют возможность где-то трудиться, да? Иногда принудительно, иногда насвободят. Но польза от них тоже может быть, потому что все люди, это гуманизм, это то, что проповедует наше Министерство по делам реинтеграции оккупированных территорий в отношении от оккупантов. Такой общий гуманизм. Оставайтесь в Крыму, хлеб, соль, плов, чебурек, и, пожалуйста, оставайтесь. Не будет им ни плова, ни чебурек, там ничего. Вообще ничего не будет. Это я гарантирую вам, как крымский татарин, что оккупанты наедятся там неплохо. И приезжать в Крым не надо. Я скасовываю запрошение, я, по-моему, скажу, я отменяю приглашение оставаться в Крыму, озвученное нашим министерством. Я, Айдер, может добавить, частное лицо, журналист, вот своей властью просто, такой крымский татарин. Я отменяю действие еще не принятого закона, заранее отменяю, накладываю вот такое вот право вето на него. Я думаю, что все крымские татары, все жители Крыма, которые пострадали, и которые живут в оккупации, и вокруг видят этих рыгающих, пятикантропов, да, этих их самодовольных самок, да, этих, вот этих фуражках, да, которые семки грызут, не эти семечки, а семечки, они говорят, семечки. Семки это нормальный человек грызет, да, троещие они, нормальный, нормальный украинский человек. Вот, а это семечки грызет, да. Мы, я вам запрещаю оставаться в Крыму. Никто вас не простит за это, никто вам не разрешит оставаться на территории Крыма. Я, как представитель коренного народа, который не желает раствориться в вашей биомассе, и не желает раствориться в этой биомассе своим родственникам, ныне живущим и будущим, я вам запрещаю оставаться в Крыму. Напоминаю вам, что все сделки, которые вы совершаете в Крыму, незаконны. Ваше пребывание на территории Украины незаконно. Никогда такой закон Верховной Рады не пройдет. А если почечание пройдет, и мы его потом все равно отменим, не верьте в это, потому что оккупантов нигде не ждут. В истории человечества я докладываю господам из министерств, но всех причем, потому что история человечества едина для чиновников любого уровня. Не было случаев, когда оккупантов встречали, то есть встречали по-разному, бывалый коллаборационист был, но это все называется своими именами. Потому что когда оккупационный танк уезжает, обычно люди, которые за ним пришли, за ним и уходят, а чаще уходят перед этим танком. Но за ним уж точно. Это само собой разумеется. Я объясняю чиновникам, которые эти законы пишут. Вот я им говорил уже, да вот к вам в дом пришел преступник, он выгнал вас, пытался изнасиловать вашу дочь, занял там, нагадил, жил там какое-то время. И вы разрешите оставить его в доме? Ответ, конечно же, нет. Так вот, в моем доме, опять, если да, то в вашем доме оставляйте. Вы можете выписать себе людей из Тюмени, из военкомата, я не знаю откуда. В принципе, набрать вот эту биомассу, которая будет просто вокруг вашего холодильника жить и грызть семечки. Вы можете самостоятельно, Крым не обязательно. Просто берете их себе домой, господа из министерств, и поселяете их там, кормите, поите, оставляете на всю жизнь. Приводите им свою дочь для культурного, так сказать, досуга, там, может быть, шахматы, книги совместных, прочтения стихов. Это ваше абсолютно дело. Но мой дом, крымского татарина, вы не трогайте. Я вам не разрешал в моем свободном украинском Крыму поселять вот это вот это вот это кацапское племя. Пожалуйста, давайте так. Договорились мы с вами, да? Давайте, когда вы там все вместе или по раздельности покинете государственную службу, займитесь общественно полезным трудом, да? Вот, тогда вас попустят, конечно. Но я, чтобы заранее вы знали, говорю, что это очень плохая идея, с которой никто из нас не согласен. Ни один житель оккупирован, никаких оккупированных территорий с этим не согласен. Вот и все. И если вы министры, заместители, эксперты, там, начальники отделов Министерства по ориентации оккупированных территорий, я вам довожу точку зрения всех абсолютно, на 100% жителей оккупированных территорий. Нам, враги, грабители, убийцы, насильники наших судеб там не нужны. Просто я иногда думаю, ты говоришь, зачем это опять? Вот я тебя ругал за это и сам теперь начал. Ну, ну, как такое можно? Это же история просто про то, чего не может быть. Я не могу это... Тут надо как либо кричать, либо смеяться, потому что спокойно это вот, ну, проговаривать даже невозможно. Значит, оставайся, мальчик, оставайся, гиви с нами, будешь нашим королем, да? Выкопаем моторолу, значит, мумифицируем, значит, на деньги, так сказать, украинского бюджета поселим там его семью. надо же где-то жить, мы же не уманные люди, мы же не будем их выгонять, да? Ну, они приобрели там, допустим, собственно, пятиэтажный дом, откуда людей выселили. Ну, как их можно выгнать, если это родня Моторола или Гиви? Героев, так сказать, да, 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 вот это все. У нас есть, у нас есть сейчас на прямой связи Скендер Бариев, который вас слушал, еще и Миклиса Крамстарского, Руководитель Крамстарского ресурсного центра. Я не могу это обсуждать. Вот скажи мне. Микр Селя, Машин, чемпион с хорошим. Всем добрый вечер. Я здесь, я действительно немножко подслушал, и я единственное хочу все-таки подправить это. Дело в том, что морал, это все-таки не козел, а все-таки олей. А не баран? А я думал баран, я думал ошибся, что думал олей. Нет, нет, морал, это все-таки олей, потому что моралы, кстати, обитают в этом, больше в Алтае, и наши братские тюркские народы, которые живут там, они на самом деле очень активно, ну скажем, занимаются разведением моралов и относятся к моралам. Поэтому я думаю, что и к моралам мы должны с уважением относиться, ну, за исключением только к моралам, о которых как раз-таки Эскендер и говорил. Да. Ну смотри, Эскендер, несмотря на то, что все-таки ты человек серьезный, я просто человек, измученный уже эфирами, я не могу это постоянно обсуждать, а ты человек серьезный, системный, у тебя экспертный центр, ты везде выступаешь на весь родных конференциях, ты даже, когда видишь вот этих, представителей этих вот духовных скреп где-нибудь, ты даже не всегда и бьешь, хотя был случай в ОБСЕ, когда ты высказал в глаза товарищу русскому. Да, в отношении, нет, на самом деле мы всегда их бьем, но бьем как положено, и поэтому после нашего с тобой участия, если помнишь, в ОБСЕ, это как раз-таки было заявление российской делегации, а один из них потом на следующей встрече, сам искал встречу со мной и пытался мне объяснить, что оказывается все-таки мы были слишком жестки по отношению к ним, но они с пониманием относятся к нам, я говорю, знаете что, я вам тогда сказал, что я не подам никогда руки под тем людям, которые просто в глаза врут. Скажи, Эскендер, а готов ли ты предоставить право жить в Крыму оккупантам, вот как наши представители законы правят, сейчас внесут закон, по которому в нашем с тобой Крыму, потом мы боремся за освобождение Крыма, возвращение в Украину, за законность, за все, и вот когда мы это все с тобой сделаем, общими усилиями украинской нации, армии, флота, ВВС, парламента, правительства и международного сообщества, и Крым вернется в Украину, что 100% произойдет, нам, типа, дальше такие, за плечо, ребят, остановитесь, у нас тут закон есть, вот мы издали в 2021 году, что все эти люди, они могут тут оставаться и жить рядом с вами, и продолжать радоваться жизни, но теперь уже при вас, вот издеваться над Украиной, но теперь же в вашем присутствии, как ты к этому относишься, вот к этой идее? Ну, во-первых, я хочу напомнить, чтобы понимали телезрители, речь, я так понимаю, идет о том законопроекте, который вынесен на широкое обсуждение о переходном правосудии, и там как раз-таки есть ряд элементов, в том числе, там как раз-таки полностью убрали понятие коллаборация, или коллаборанты, и там также действительно признаются в рамках этого законопроекта, планируется, скажем, заключить или признать те сделки договора, которые проводятся на оккупированной территории, также в том числе было и заявлено о том, что могут те россияне, которые приехали, оставаться и жить, там также еще есть такой момент, когда, скажем, некая комиссия будет определять степень, ну, это явно коррупционная схема. Поэтому в этом случае мы пока первые сделали публичный выход и направили в Министерство по временно-оккупированным территориям и по реинтеграции, мы направили наши предложения относительно коллаборации, и не просто предложения, а мы разработали методику о оценки коллаборации. Потому что, чтобы все прекрасно понимали, потому что, я знаю, что и некоторые наши соотечественники, увидев нашу пресс-конференцию, начали неадекватно, скажем, относиться к этому вопросу. Я объясню четко. Дело в том, что коллаборация в любом случае существует у всех. То есть это сотрудничество в той или иной степени. Во-вторых, мы должны четко понимать, кто, осуществляя коллаборацию, совершает преступление, а кто, совершая коллаборацию, скажем, наоборот, может приносить пользу нашим гражданам. И поэтому мы разработали 12 критерий. Из этих 12 критериев есть в каждом критерии подкритерии. И совсем в ближайшее время, уже скоро, мы же даже разработали тест, когда каждый человек может протестировать себя. Он может ли попасть в санкционные списки по персональной санкции и ими будут ли заниматься правоохранительные органы Украины или спецслужбы Украины. Или он, наоборот, совершает правильное деяние. Например, врачи, оказывая, выполняя степлят у Гиппократа, оказывая помощь нашим противникам, на самом деле они не несут никакой, скажем, такой угрозы для Украины, для наших граждан. И поэтому, конечно же, их нельзя относить к преступникам. Теперь, что касается вообще тех граждан. Честно говоря, для меня действительно было очень удивительно, когда я в СМИ прочитал, что человек, который на самом деле является достаточно сильным юристом. Речь идет о вице-премьере Резникове. И, кстати, о коллаборации, когда лично я ему в личку отправил информацию, он мне ответил, что эта идея заслуживает дальнейшего внимания, в принципе, очень интересный подход. Но, заявляя о том, что россияне могут оставаться после периода реинтеграции, это в первую очередь, вы понимаете, это нарушение международного права. Ведь на самом деле международное право, в международном праве четко говорится о том, что государство, которое способствует переселению собственных граждан на оккупированную территорию, совершает преступление. То, соответственно, поддерживая подобные действия, мы таким образом будем также совершать преступление, как и Российская Федерация. Поэтому здесь, в этом случае, мы должны быть четкими в этой позиции. Это раз. Россиям никто не звал. Они прекрасно понимали, что они приезжают на оккупированную территорию. Да, после деоккупации приезжайте, мы всегда рады, отдыхайте. Мы и раньше вас встречали, и мы хорошо относились к вам. Но извините меня, когда вы нарушаете украинское законодательство, международное право, и совершаете незаконные сделки, то извините меня, вы должны, все эти сделки должны быть аннулированы. И, соответственно, все те, которые незаконно приобрели, должны просто покинуть Крым. И я еще хочу делать акцент на том, что как раз таки для нас, для коренного народа, для крымских татар, это очень чувствительно, потому что крымские татары за весь период попытки аннексии Крыма еще с 1783 года России, мы как раз и стали численным меньшинством на родной земле сразу после начала вот тех событий. И в итоге стали ставить вообще под вопрос вообще нашу автохтонность или коренные мы или нет. И нам приходится всем пытаться доказать, что мы автохтонны, что мы коренные. Вот как раз таки сегодняшняя новейшая история Украины, она как раз таки и является живым примером, когда из автохтонного народа хотят сделать некое меньшинство, которое непонятно таким образом оказалось на родной земле. И поэтому в этом плане она должна жесткость и принципиально оппозиция. А что у нас сейчас с законом о коренных народах? На какой он стадии? Ну, на самом деле закон о коренных народах ситуация такая, что я не вижу никаких конкретных действий в этом плане. Ведь на самом деле наша ситуация, которая возникла сегодня в СТР. Но я сейчас вернусь, я бы хочу сейчас связать закон о коренных народах и ситуацию с, скажем, с единственным национальным Тонско-Татарским каналом АТР. Вот как раз таки мы, я думаю, вы больше меня интегрируете людей, и я сто процентов уверен, что большая часть и чиновников, и депутатов, когда вы им задаете влог, нужен ли АТР, нужно ли его поддерживать, и насколько он важен, как этнический телеканал, который обещает на оккупированную территорию, то многие говорят, да, он нужен. То есть о том, что он нужен, сомнений ни у кого нет. О том, что каким образом решить эту проблему, эта проблема уже тянется, ну, с 2015 года. Ведь на самом деле мы видим то, что чиновник пытается избавиться как бы от проблемы, то есть АТР, и мы видим, как начинает футболить, от минсоцполитики, к мин, там, культуры, а потом к минреинтеграции, и тут и чиновников, с одной стороны, я их не защищаю, но можно понять, потому что потом чиновник будет отвечать за якобы не рационально, а незаконно использование денег, скажем так. Да это не тот случай, Искандер, это не тот случай. Эти деньги были на счету как субсидии, они их сами переделали специально на услуги министерства, тут ни за что он не должен был отвечать. Минфин туда отправил деньги субсидированные, это все ни к этому отношению вообще не имеет. И вляпаться тут это их и личные инициативы. Не наше. Но здесь опять же они исходят из собственных скажем так интересов в этом случае. Я это допускаю. Поэтому этот вопрос должен решаться системой. Вот как раз таки закон о коренных народах очень легко может разрешить эту проблему. Когда независимо от формы собственности телеканалу АДРТ придается статус национального канала, причем представительным органам, межлицам крымскокарского народа. И этого достаточно для того, чтобы финансирование получать коренной народ и соответственно уже как целевое финансирование без каких-либо конкурсов и так далее. И тогда действительно этот вопрос будет разрешен. Поэтому сегодня возвращаясь к этому вопросу. Я однозначно говорю о том, что нам нужно здесь и президент Украины Владимир Зеленский обещал, что к этому вопросу вернется. И скажем, есть у нас и депутаты и так далее. Мы должны понимать, что законодательные инициативы обладают все-таки и кабинет министров Украины, то есть центральная исполнительная власть, и сами депутаты, и президент. Поэтому на сегодня по, если говорить о конкретных результатах в вековной ради Украины не зарегистрированы в законопроект относительно того, чтобы или закон или проект закона о коренных народах Украины. И поэтому это уже живой или реальный пример того, что на самом деле, кто бы, что бы, где бы, на телеканалах или там при каких-то встречах не говорил, не виден конкретного действия. И поэтому на мой взгляд здесь должна быть инициатива со всех сторон. С одной стороны инициатива состарных депутатов, с другой стороны вот здесь как раз-таки Минреинтеграция должен быть заинтересован в том, чтобы урегулировать этот вопрос, в том числе и СТР, как раз-таки должен бить колокола, чтобы быстрее принять закон о коренных народах. И третье, конечно же, имидж президента Зеленского. Ведь на международном уровне все равно мы знаем о том, что Украина официально присоединилась декларации в Нью-Йорке. Украина приняла заявление 20 марта 2014 года, кстати, мы к этой дате хотим провести ряд публичных мероприятий, где в этом же заявлении четко говорится, что КНС, Межрисы Курлтай, официальные органы и Кабинету Министров поручено разработать законопроект о коренных народах. К сожалению, сегодня я считаю, что мы можем говорить о триаде, мы можем говорить отдельно о садчике крымск-катарского народа. Давайте пошагово действовать. Давайте на сегодняшний день, и я думаю, это вполне реально, примем закон о коренных народах, где будет четко прописано, что вернее, в тех проектах, которые существуют, четко прописано, что у коренных народов, в частности, у крымск-катарского народа, есть представительные органы, соответственно, представительные органы смогут потом быть в правом поле Украины и, соответственно, в том числе и иметь даже счета. Эскендервей, скажите, законопроект о коренных народах, он вот готов, чтобы его завтра взять и зарегистрировать? Если да, то что мешает нашим народным депутатам Верховной Раде, а их трое, его зарегистрировать? Смотрите, на самом деле мы неоднократно слышим о триаде законов, да? То есть это рамочный закон о коренных народах, это закон, закон о статусе крымско-катарского народа и закон о внесении изменений в Конституцию Украины. Здесь получается, если вот из этой триады регистрировать только один законопроект о коренных народах, рамочный, он будет очень слабым, он не сможет разрешить полностью всю проблему, и попытки его регистрации были в том созыве. Если мы, причем эта триада законов была представлена президенту при встрече, на мой взгляд, здесь могут возникать проблемы в чем? Ну, на самом деле мы реально видим, что украинский политический эстеблишмент не готов к изменениям Конституции в ближайшее время. Другую проблему мы видим, что когда мы говорим о законе конституции 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 в том, народа здесь могут возникать различные вопросы. Поэтому, на мой взгляд, нужно, и мы направляли, мы предлагали, есть такой законопроект о коренных народах, и в котором, как раз таки, он не просто рамочный, он системный закон. Это ваш законопроект, правильно я понимаю? Да, это законопроект, который разрабатывали юристы, эксперты Конституционного ресурсного центра, и мы в том числе направляли подобный законопроект президенту Украины. К сожалению, мы не получили никакого ответа, хотя прошло уже больше года. Поэтому, в этом случае, мы должны все-таки, я вижу несколько подходов. Когда регистрируется законопроект, то, соответственно, уже есть повод для того, чтобы этот законопроект вопрос. Во-вторых, я считаю, что любой законопроект нужно уже вести коммуникацию с депутатами, потому что в конечном итоге они принимают решение, они голосуют за данный законопроект. И поэтому здесь должна быть системная адвокационная компания со стороны Межрисов Комскотарского народа и других организаций, которые непосредственно занимаются правами коренных народов, в частности Комскотарских ресурсов, для того, чтобы довести до каждого депутата, что хотя бы на первом этапе обязательно нужно принять закон о коренных народах ради того, чтобы урегулировать само законодательство Украины. А за этим законом последуют не только изменения в Конституции и не только закон о статусе, а еще 15 законов. Потому что это и налоговый кодекс, это бюджетный кодекс, это и закон о объединении граждан и ряд-ряд-ряд других законов. То есть когда мы говорим об урегулировании законодательства, это комплексный подход. И здесь соответственно нужен начальный ход. И последнее предположим, что Верховная Рада регистрирует законопроект о коренных народах, наберет ли он 226 голосов? Как вы думаете, примут закон о коренных народах при каденции Зеленского? Однозначно в любом случае нужна работа, но при этом, конечно же, я думаю, что даже в этом созыве этот закон имеет перспективу его принятия. Почему? Ну, во-первых, я думаю, остается долг у фракции солидарности, потому что неоднократно ее лидер Порошенко заявлял, будучи президентом, и кроме того, в этой фракции есть два кунж-катарских депутата. Я думаю, что достаточно адекватно к этому будет относиться фракция «Голос». Я думаю, что слуга народа, если все-таки резидент, а я думаю, что именно относительно закона коренных народов, без, скажем, других двух, на это в ближайшее время может пойти достаточно легко президент Украины. Искандер Барьев. И тем более там не нужна институционное большинство. Искандер Бей, слушай, я... Ой, Искандер Бариев пропал. Попал бы тебе набрать еще раз. Это не наша вина. Но я хочу сказать, что если Искандера сейчас наберут, просто хотел его мысли продолжить, и очень правильно он вещи говорит, конечно. Подскажите, режиссеры, будет у нас Искандера? Да, я уже пишу. А набирают? Набирают, да. Просто я хотел, чтобы он тоже слышал, потому что человек очень такой системный. Вот. И он знает, действительно, где работа, где понты, грубо говоря. То есть пар такой. Есть, Искандер Бариев с нами не связи. Слышите? Извини, Искандер Бариев. Надо выключать телефон в другой раз, когда сеть оставляет. Смотри. Упс. Я как опытный, как это кажут, я как-то кажут блогер. Да, вот так хорошо, Искандер Бариев. Да. Я что хотел... Можно чуть ниже? Да, вот так. Вот. Смотри, абсолютно ты все правильно сказал. Это вопрос... Ну, слушай, нынешняя власть, плюс, давай правду уже скажем, действительно, у европейской солидарности и у Порошенко есть огромный, определенный, не определенный, огромный долг, потому что это были его обещания. Личные его обещания, которые он за свою каденцию, за полную каденцию президентскую с парламентом не выполнил, да? Хотя мог сделать это в любой день, я посчитал примерно полторы тысячи раз, он мог внести этот закон, да, про коренные народы. Но по каким-то причинам, хотелось бы у него лично это спросить когда-нибудь, он этого не сделал. Вот. Будет случай, спрошу. Но это совершенно точно, что уж при нынешнем, большинстве, как бы там ни было, как бы кто там ни ругался, плюс европейская солидарность, плюс голос, да плюс вообще все разумные люди, этот закон можно принять завтра, 226 голосов, внесите текст, раздайте и проголосуйте. Это вопрос политической воли, как ты, наверное, согласен с этим. Вот как раз таки да, это политическая воля с одной стороны, а с другой стороны, ведь мы считаем, или мы хотим жить в государстве Украина, мы хотим, чтобы были урегулированы эти вопросы, и если есть, скажем, акты, принятые Верховной Радой Украины, которые есть четко, и даже в Конституции Украины есть слово коренные народы, так отсутствие вообще закона коренных народов, который регулирует все эти процессы, является как раз таки той коллизией, той проблемой украинского государства. И поэтому и эксперты, и юристы, и политики должны понимать, что мы будем сильны тогда и победим внешнего врага, когда мы научимся системно работать внутри нашего государства, когда правила, которые выстраиваем мы для себя, а это в первую очередь законы, должны быть, должны соответствовать один другому, и с другой стороны, мы должны быть законопослушными гражданами и их исполнять. И тогда не будет у нас вот таких проблем, на которые мы против, ну, честно говоря, тратим огромное в собственное время, нежели тратить его на борьбу с внешним адресом. Привет с кандера Гая, с кандер-бариб, ч Nonc headache, руководитель крымсоциального ресурсного центра был с нами на прямой связи, всё это время нас слушал Мирослав Маринович, подчеркный президент Украинского ГУП, но он сейчас правильно на связи. пана Мирослава витаем вас витаю ой який я рад вас бачите я нещодавно просто згадывал про вас думаю ох цей кови да така людина у нас була тут ви з дружиною приезжали я таки радий був думаю колись коли вже я вас побачу і ось такий подарунок я просто не знав спочатку ефіру мені подарувала пані гульсум чудовий наша редакторка сива ельвіна ханым чокса голос ну просто счастье пана Маруслава вот вы слышали наш эфир нашу дискуссию сейчас с кендером бареевым мы говорили о законе законопроекте о коренных народах как вы считаете у сегодняшней украинской власти есть политическая воля на принятие законы о коренных народах или же все-таки нет ну я хочу говорить про нынешню владу я взагалі не знаю в чому є політична воля тому що я поки що бачу якесь дрейфування відповідно до тої сили я яка натисне на цю владу але власної політичної воли я не бачу на жаль і тому я не можу передбачити але хочу погодитися з тим що уже кілька переліку той який був згаданий і європейська солідарність я з вами абсолютно згоден це просто обов'язкова умова нарешті потрібно це зробити мені дуже шкода що впродовж каденції пана пороженка не було прийнято цього документу так само голос я думаю серед слуг народу зараз уже після всіх тих турбулентностей знайдуться розумні люди які підтримують цей проект хочу вірити пане Мирославе ну я не знаю ви може чули вже у нас просто спочатку програма це було може до вас ця новина не дійшла що не тільки Кримреалі це сайт такий так він американський створений Радіо Свобода Мі волосом Америки а це вчора було а й Суспільне мовлені України тобто Суспільне телебачення як би сказати український BBC Суспільне телебачення не тільки відмовилося брати участь будь-яких змаганнях конкурсах так званих на гроші АТР які були міністерством перетворені субсидії на послуги міністерства на обслуговування міністерства так вони не тільки це сказали це офіційне звернення сьогодні оприлюднено було б ну не щойно там там дві години тому там підкреслили на наші колеги що це неприйнятна практика змагань конкурсів взагалі коли йдеться про окуповані території про інформаційну війну це ну мистецтво може бути якісь там конкурси але це не той випадок просто ну мішаніна якась ну і тобто відмовилася підтримали АТР і сказали що в жодному в жодному випадку не будуть брати ці ганьбі участі якщо ви чули не чули не пересказав там як як учень такий вам все можете прокоментувати позицію взагалі суспільства щодо захисту ну здається мені що рік тому була вже подібна проблема з фінансуванням і я пригадую собі що українське суспільство вже домагалося відновлення цього фінансування торік це пояснювали якимись з бюрократичними перепонами там затримками але цього року бачимо продовжується знову та сама історія і тому вже тут аргумент про бюрократію просто не працює комусь дуже подобається випробовувати нерви як журналістів АТР так і нас представників українського громадянського суспільства і мене вражає взагалі що на сьому році чи скільки там окупації Криму знову і знову доводиться говорити про те що підтримка кримсько-татарського народу взагалі ну і його телеканалу зокрема відповідає першочерговим інтересам національним України скільки можна доводити цю акціону Мирославе я знаю що ви завжди нас підтримуєте і пен клуб підтримує і просто знаєте просто як я кажу на будь-який жах да починається з жаху стилистичного і на коли люди на посадах таки можуть просто вживати слово змагання конкурс між народами тобто кримсько-татарський народ в обличчі свого єдиного національного телеканалу має змагатися з ким з представниками українського народу які теж є біженцями в своїй країні це це аморально саме просто ось уявіть це аморальне формулювання саме тобто цих людей у владі вони стилистично вони не такі які нам потрібні при владі вибачте так абсолютно з вами погоден це просто аморальна позиція міністерства тут немає двох слів ну просто є речі де можна дискутувати а є речі де не треба не можна і просто абсолютно аморально дискутувати оце є той випадок знаєте я спілкуюся цими днями з людьми там з різних країн там з Європи декількох там особисто звісно особливо з Литвою з Польщею і там людям головна проблема це пояснити чому держава Україна шукаючи ну для них це держава Україна ми розуміємо що це не вся держава для них держава Україна конституція шукаючи в різні спосіб шукаючи різні штучні підстави не хоче фінансувати на невелику суму просто на смішну суму для бюджета для такої компанії яка таку несе задачу державну на собі да ну тут пояснути нічого не треба так вони не можуть зрозуміти з першого разу і я починаю казати ось є чиновники є уряд є там підпорядковець може там впливає той чи той може Росія впливає може там пов'язані якісь домовленості про які ми не знаємо там в Мінській групі тощо 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 тобто ось що вам нагадує ви же людина ну така м'яка кашлінь недалека від літератури щось в цьому є літературно може це жанр якийсь а може це якийсь конкретний твір вам нагадує щось таке ні ні ну я не буду шукати жанра але це вже мені складається враження що це просто жанр української політики останніх років він сам по собі вже стає комічним і я не уявляю собі як може президент України чи уряд найближчими днями десь при потребі говорити звертатися до Заходу з підтримкою вимоги де окупації Криму і при цьому не дозволяти заблокувати фактично кримсько-татарський канал ну це речі не сумісно ну це Орвел да ну це схоже на Орвела чи я просто вам не тікав не тікав схоже на ще та світлий пам'яті Войновича може ви знали його Володимир Миколаївич знали його особисто ні ні не знала я теж не встиг але він мені коли перейхав до України він часто телефонував мене і підтримав кримських татар це автор також ну в Орловському стилю твору Москва 2042 здається якщо пам'ять мені не підводить да дякуємо дуже пане Мирославе Чухса головно за підтримку Мирослав Маранович був з нами на прямому близьку чи людина абсолютно я на вас чекаю просто особисто я не знаю чи мені вдасться це правильно вимовити але у не шлар все згеду шлар тобто хай вам щастить друзі Чухса головна з дякуємо дружині великі дякую Адир, ми почали наш ефір ну нам уже нужно правда прощаться но у нас еще есть несколько минут мы начали с хорошей новости я б хотела закончить тоже с хорошей новостью сегодня правительство республики канцелярия правительства республики Литва зарегистрировала петицию вот я тебе даю эту петицию ты ее возможно читал я не знаю литовский язык нет я не видел я литовский язык я попробую могу попробовать прощать про мишами кат юшу крейпимаси з дель финансовимо скеримо неприклаусомам визиомениям кримо тоторио телевизио с каналю АТР и регистраю петицию регистраю но знакомые слова мы услышали и суть я думаю что наши телезрители поняли это петиция которая предлагает выделить финансирование единственному независимому крымсоктарскому телеканалу АТР ее значит отправил Гедрюс Янкаускас неравнодушный гражданин Литвы насколько я понимаю ой там столько спасибо Гедрюс Гедрюс Янкаускас я бы хотела спасибо вам огромное столько литовцев вот прям всем отдельно дай мне 30 секунд дорогие литовцы дорогие наши литовцы вы такие люди каких на земле больше ну нигде нет точно мы в крымской тары все украинцы просто вам вас носим на руках как сокровище цивилизации вы какая-то ну не знаю нация невероятных просто я сковеркал ваш язык тут немножко но я буду стараться я даже поставлю себе цель когда будет мирное время и Гульсун Халилова научит меня говорить нормально у него будет время говорить по крымско-татарски не позоря свой язык произношением своим то тогда я следующий мой язык будет просто литовский обязательно я обожаю вас и литовские парламентарии журналисты глава конституционного суда я тот случай когда не могу поблагодарить всех своих литовских друзей потому что я боюсь кого-то забыть их правда очень много поэтому мы благодарим всех чоксалонс я бы хотела знаешь прочитать квинтэссенцию этой петиции основные пункты даже зачитать вот первый пункт с 2014 года когда российская федерация оккупировала часть Украины крымский полуостров единственный крымстарший телеканал АТР был вынужден эвакуироваться на материковую часть Украины третий пункт в начале 21 года после прихода власти в Украине пророссийских сил законодательный акт подписанный вице-премьер министром Украины полностью лишил крымстарский телеканал АТР государственного финансирования по словам основателя АТР у канала остались средства на вещание до середины весны 21 года и тут говорится в следующих пунктах на каких языках вещает телеканал АТР который какой продукт производит и так далее и вот девятый пункт очень важный по моему в свете вышеизложенного я прошу правительства Литовской Республики в петиции сформировать комиссию с помощью историков юристов и других экспертов для принятия постановления правительства систематической деятельности телеканала АТР на территории Литовской Республики и вот канцеляры правительства Литовской Республики уже зарегистрировали эту петицию насколько я понимаю они рассматривают месяц Литовская Республика демократическое государство Литовской Республики любой гражданин может обратиться и любой телеканал кстати тоже и от крымско-татарски особенно потому что наш первый хан родился основателем нашего государства разрушенного Екатерины II в Тракая родился и у нас связи с Литвой огромные там живет часть потомков крымско-татарского народа и одна девушка погибла даже за Независимость Литвы 13 января вот отмечали дату круглую 30 лет назад под танками в Вильнюсской Республике центра мы настолько близки с литовцами что они нас и украинцев патриотичных понимают вообще с полуслова с полудыхания и безусловно огромную поддержку это 50-100% найдет поддержка литовцев в этом я вообще не сомневаюсь учитывая что у меня только в Ютубе на моем канале там в Фейсбуке это процент литовцев совершенно невероятный да по отношению народ вроде как бы небольшой да формально но это народ вот с такой душой с таким сердцем и безусловно они нас поддержат но я не поздравляю я вот не читал переводы не дочитал тут что наша власть нынешняя благодаря таким людям как не будем называть имена мне просто надоело произносить то есть спокойно в обращении к своему правительству гражданин Литвы которую я не знаю называет украинскую власть пророссийской это вообще конечно мне больше всего резонуло это они так видят они так видят и они своему правительству пишут такие петиции ну и мы в свою очередь тоже будем обращаться я об этом открыто пишу это наше общее решение у нас коллектив очень хороший не очень большой уже к сожалению пока вот из-за всего этого удушения полуторагодичного уже методичного но коллектив очень хороший и мы готовим обращение к парламентам народам мира в частности к парламенту и правительству Литовской Республики как наиболее близкой Украине и крымским татарам мы на прямой связи с представителями различного уровня этих государств мы не дадим мы сделаем все чтобы не дать людям которые не понимают зачем они ходят на работу в здании с трезубом на входе не дать им обозорить Украину обозорить Продолжение следует... Продолжение следует...